Часто говорят фразу, что весь мир театр, а люди в нем актеры. Но это не совсем так, ведь мы еще и режиссеры, реквизиторы и зрители собственной жизни. С вами проект «Городская среда» и сегодня мы поговорим о театральном искусстве Кривого Рога. В жизни мы часто играем разные роли. Актерское мастерство полезно не только в театре и кино. Публичные выступления, презентации, деловое общение и даже повседневные ситуации заставляют порой почувствовать себя неуверенно. Поистине профессиональных ораторов воспитывает далеко не на театральных подмостках. Различные кружки, альтернативные студии, актерское самообразование могут сделать из простого криворожского обывателя, мастера речи и ораторского искусства. Идем спокойно, ибо мир простец, и ложью лиц прикроем ложь, сердец. Уильям Шекспир Говорят, что хороший актер перед публикой или объективами камер способен по шелчку пальца и горько заплакать и от души рассмеяться. Но на деле настоящий артист должен уметь создавать качественный сценический образ, мастерски владеть искусством перевоплощения и сценречью. В студии Мюнхгаузен занимается не только этим. Любой желающий может пройти театральный курс и при помощи мастеров в прямом смысле слова слепить свою личность. Раскрепоститься, перестать лезть за словом в карман, избавиться от зажимов, улучшить произношение, навыки коммуникации, научиться располагать людей и позволить себе импровизировать. Для этого преподаватель сцен речи использует различные техники, от поглаживаний и выкриков до упражнений с пробкой во рту. Если человек владеет речью, владеет собой, то есть у него расслабленная челюсть, он свободно может общаться, то ему гораздо проще выступать. Плюс еще мы занимаемся расслаблением тела, расслаблением челюсти, всех зажимов, которые именно касаются публичных выступлений. И, в общем-то, это у нас с успехом получается. Часто зеваем. Зевание очень хорошо помогает расслабить связки, расслабить все во рту. Преподаватели актерского мастерства также используют нестандартные, порой удивительные методы раскрепощения путем перевоплощений различных персонажей. Задание придумывает быстро. За короткое время резидентам студии не раз приходится менять обличие. Побыть собакой, голубем, примерять необычные роли и образы. Стесняться здесь попросту не позволят. Да и некогда. Мы пытаемся моделировать разные ситуации. С помощью разных этюдов, детских игр и всего остального мы вводим на уровень раскрепощения человека. Но самое главное, что мы пытаемся сделать человека намного лучше и в результате человек легче себя чувствует в мире, уверенней, не боится говорить, не боится двигаться, не боится действовать. Занимаются в студии не только со взрослыми. Детям прививают особые истинные ценности, заинтересовывают и раскрепощают посредством чтения и осмысливания стихов, скороговорок, басен, прост, сказок и рассказов. Юные полиглоты выполняют задания преподавателя, успешно находят выход из сложных ситуаций и как губка впитывают новые способности. Я хочу, чтобы дети оставили то самое лучшее, что мы часто очень забываем в зрелом возрасте. Я хочу, чтобы они перенесли эту любовь, которая у них есть в данный момент, во взрослую жизнь, были более открытыми и, собственно, счастливыми. Если ты умеешь наблюдать, ты уже наполовину актер. Сэм Рокуэлл. Мы в гостях у талантливых людей из плейбэк театра «Эхо». На протяжении всей жизни мы рассказываем истории, большие и маленькие, про любовь и потери. И сегодня свою историю расскажу вам я. Сценарием плейбэк театра «Эхо» служат зрительские истории. Вырос он из психодрамы и ранее назывался театром по пятницам. Нет ни прописанных мизансцен, ни заученных ролей, ни костюмов. Здесь царит полная импровизация и доверие между зрителем и актерами. Я рассказала историю невзаимной подростковой влюбленности, и на моих глазах из трагичной она превратилась в легкую, романтичную и слегка грустную повесть о первой любви. Плейбэк перформанс не нуждается в большой зрительской аудитории. Наоборот, атмосфера создана весьма уютная. Предварительно с залом работает контактор, разогревает публику и постепенно входит в доверие. Только после этого зритель способен рассказать о наболевшем, либо поделиться радостью. Ну, первое, что, наверное, человек чувствует, это такую близость, что его понимает. В этом, наверное, самая соль театра. Здесь он может принять сам себя и полюбить, в том числе, вот такого, какой есть. Для того, чтобы стать актером нашего театра, в принципе, пока нужно только очень жгучее желание. Нужно позвонить нам с Катей и сказать, я хочу играть в плейбэк-театре. Единственное, что мы можем не сразу выпустить на сцену. Мы подготовим человека, чтобы он умел играть. Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, это уже театр. Густав Холубек. Театр-студия «Революционная 13» готовит детей и подростков к перспективному актерскому будущему. Хореография, сценические движения и речь, вокал, актерское мастерство – все эти дисциплины не только раскрепощают, но и делают из обычных стеснительных малышей гуру сцены. Творческие задания, мастер-классы, тренинги и работа над собой в итоге приведут, надеюсь, к большим гонорарам. В первую очередь, все детки, которые приходят, они не занимаются для своих родителей, чтобы им что-то доказать. Они приходят для себя, чтобы найти новых друзей, новое общение, научиться чему-то. Снять все зажимы, перестать стесняться, найти новое общение, прикоснуться к высокому, к искусству. Потому что, как говорил Станиславский, нужно любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Театру, который достиг совершенства, уже ничто не может помочь. Николай Акимов. Нет в кривом роге человека, который добровольно, либо принудительно не посещал спектакли Академического театра имени Тараса Шевченко. Последние годы он обзавелся не одной качественной классической постановкой. С нуля была поставлена театральная картина по Шекспиру «Король лир». Новыми яркими декорациями, костюмами и отменным юмором порадовали спектакли «Тартюв» и «Моя прекрасная леди». Тысячи маленьких зрителей смогли увидеть на сцене несколько новых сказок. Все бы ничего, но многие труды актеров и режиссеров канули в лету. Молодые артисты покидают театральную сцену из-за скудного финансирования. А это означает, что инновации минувших сезонов откладываются в долгий ящик. Тем не менее, в 2017-м гостей ждут свежие картины. А не пришить бы нам старушку, пить наследник «Страны чудес» и многие другие. В жизни, конечно, актерская профессия помогает, потому что перед глазами пробегает очень много образов, очень много героев, очень много ситуаций. И иногда накладывается, вот ситуация, которая была на сцене, накладывается на жизненную ситуацию. И ты ловишь себя на мысль, что ты поступаешь так же, как твой герой в спектакле. Сцена от жизни, она очень-очень недалеко, совсем рядом. Очень популярный за границей и, как ни странно, совсем не признанный в родном городе театр Академии Движения. Главную мысль зрителю доносит через пластические движения, без единого слова. Хореографии и эмоции на сцене заставляют гостей фантазировать и размышлять. Актеры практически живут за кулисами театра. До идеальности отрабатывают каждое движение под руководством истинного профессионала Александра Бельского. При Академии Движения создана театральная детская студия. В этом году в ее состав вошло около 70 детей. Уделяяя увлечению массу времени, многие уже подают надежды и шокируют зрителя удивительно глубоким и пластичным исполнением. Когда у нас была первая поездка во Францию, приглашение французского правительства, мы приехали туда на всемирный фестиваль, наши водители увидели нас впервые уже на сцене Паласа Конгрессов в Антибе. Вот в таком плане они увидели, потому что многие стали приезжать к нам. Практически это, наверное, нормально, потому что это не обязательно, чтобы прийти. Я считаю до сих пор, что театр – это элитарный вид искусства, какой бы он ни был. У каждого человека под шляпой свой театр, где развертываются драмы, часто более сложные, чем те, что даются в театрах. Томас Карлей. Хлеба и зрелищ, писал древнеримский сатирик, говоря о тогдашних человеческих ценностях. Удержать внимание зрителя без ярких декораций, костюмов и шоу довольно непросто. Сделать это могут лишь настоящие мастера сцены. Во многих городах Украины и Европы тесные круги почитателей собирают так называемые театры одного актера. В Киеве двери именно такого театра актер не закрываются ни перед кем. Игра на сцене в одиночестве как способ самовыражения, говорят артисты. Творческая площадка на Львовской – это платформа для экспериментов со зрителем. Где все внимание и критика достается лишь одному. Главное быть самим собой, быть честным перед собой, перед зрителем. Ни в коем случае не ворать, ни голосовой, грубо говоря, ни тембрально, ни лицом. Как мой мастер говорил Ружковский, он сказал, что ты актером становишься после того, как закончил университет и еще 10 лет отработал в театре. А это самый необычный театр Одессы. Здесь нет позолота на потолке, бархатных кресел и мраморных лестниц. Ни единого намека на пафос. Разместился он в заброшенном цеху чайной фабрики. Всего на 100 квадратных метров. Пять лет назад руины арендовали артисты и художники. Сделали все своими руками. Теперь дают больше 20 спектаклей в месяц. Здесь около 50 мест и свободных почти не бывает. Театр на чайной очень популярен у молодежи. А по соседству модная галерея современного искусства. Слесарные сыхания были закрыты. Здесь был бетон, масло и обломки железа торчащих. Какой-то сломанный станок стоял еще. Остатки вентиляции какой-то выходящей. В аренду, то есть по такой, ну по бюджетной цене мы смогли это взять. Были какие-то тогда деньги, мы их вложили в ремонт. Вот и все. Имеем то, что имеем на сегодняшний день. Вот такая она театральная картина Кривого Рога. В сравнении с более развитыми городами и странами выглядит она скорее как набросок. Но благодаря людям, творчеству в которых не спит, это искусство скоро займет свою нишу и надолго поселится в сердцах горожан. Смотрите в следующем выпуске «Свое кино». Безбюджетные картины свободных творцов и масштабные полнометражки. Глубокие и порой трагичные истории. Так начинается кинематограф в городе длиною в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok